Какую связь имеют Манхэттен, Семипалатинск, Курчатов и Складская Кюри? Тема, которая сейчас очень интересна для многих людей, которые никак не были связаны с международными отношениями, с ядерной энергетикой, с военной сферой, это двусторонний выход Соединенных Штатов и Российской Федерации из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мало того, что люди начали узнавать, что такое аббревиатура ДРСМД или РСМД, они даже теперь знают правильное название договора, что он о ракетах средней и меньшей дальности, а не малой дальности. Но нет смысла говорить о нем отдельно, не понимая развития сферы ядерного оружия и ядерного разоружения. И поскольку для обсуждения ядерного оружия нужно быть немножко больше связанным с военной частью и с физической частью, я вам расскажу о ядерном разоружении, что является не менее интересной темой. И мы с вами посмотрим, как мы докатились до того, что есть у нас сейчас и что нас ждет в будущем. Я не зря упомянула Марию Складскую и Кюри, и дело в том, что она со своим мужем впервые открыла понятие радиоактивность. Она также открыла вместе с ним два химических элемента, ради и полоний. Ради был назван в честь луча. Полоний был назван в честь Польши, место рождения этой ученой. Это было начало 20 века. Какие-то лишь зачатки этой сферы, и нам нужно с вами перескочить целых 40 лет для того, чтобы приблизиться к созданию ядерного оружия. Манхэттенский проект. Начало-начал. Это программа Соединенных Штатов Америки по разработке ядерного оружия, и началась она в 1943 году, в самый разгар Второй мировой войны. Одним из ученых, которые принимали участие в разработке ядерной бомбы, был Роберт Оппенгеймер. И его вместе с Курчатовым считают родоначальниками ядерного оружия. Если в случае Оппенгеймера это США, в случае Курчатова это Советский Союз. На первом этапе было создано три ядерные бомбы. Первая из них называлась Тринити, и это оружие, которое впервые было испытано на планете. Оно было испытано в 1945 году вместе при Нью-Мексико. Еще две другие бомбы вы 100% знаете. Это урановая бомба Малыш и Плутониево Толстяк. Малыш было сброшено на Хиросиму в 1945 году, Толстяк был сброшен на Нагасаки. Сделано это было с перерывом в три дня, то есть 6 августа и 9 августа, и города были сровнены с землей. Наверное, уже тогда человечество задумалось о том, что неплохо было бы как-то ограничить деятельность в плане ядерной энергетики и ядерного оружия, потому что если при любом столкновении военным какая-то из сторон позволит себе сделать подобное, что позволили себе сделать США до конца Второй мировой войны, будет все очень трагично. Разработка советской ядерной бомбы шла с 1941 года примерно, и в 1949 на полигоне в Семи-Палатинске было проведено первое успешное испытание этой бомбы, и этот год обычно считают датой создания ядерного оружия в Советском Союзе. Примерно 15 лет все жили достаточно стабильно и спокойно, ничего не происходило, и несмотря на то, что как Советский Союз, так и Соединенные Штаты Америки начали постепенно распространять свое ядерное оружие по союзникам, все было достаточно спокойно, потому что не было открытого противостояния. Да, шла холодная война, да, лидеры высказывались нелестно друг от друга, но тем не менее открытых стычек не было. Но все очень резко изменилось в 1962 году. Случился первый в мире ядерный кризис. Это Карибский кризис, когда мир был реально на грани исчезновения, потому что, видимо, лидеры мировых держав не очень понимали, насколько серьезное ядерное оружие и какой ужасный урон оно может нанести планете. То есть просто снести ее с орбиты, и все бы мы улетели в космос, и сейчас бы нас тут не было. Какие были предпосылки и почему это случилось? Дело в том, что в рамках расширения своего влияния Соединенные Штаты Америки поставили ядерные установки в Турцию. И поскольку Турция достаточно близка к Советскому Союзу, СССР это не понравилось. Мы дислоцировали ядерное оружие на Кубе. Куба находится очень близко к США, опасно близко, и, очевидно, это не понравилось руководству. На этом фоне и обострились разногласия Кеннеди и Хрущева, скажем так, палец был уже практически на кнопке у обоих лидеров. Карибский кризис стал пиком осознания, что так жить нельзя, но при этом не очень хочется терять вооружение, на которое было потрачено огромное количество денег и которое обеспечивает отчасти безопасность и является залогом мирного существования страны, первый договор не заставил себя ждать и был подписан в 1963 году. Это договор о запрете ядерных испытаний в космосе, в атмосфере и под водой. Депозитариями договора являются Соединенные Штаты, СССР и впоследствии правоприемница Российская Федерация и Великобритания. В 1996 году этот договор был расширен и теперь он включал в себя запрет на всеобщее испытание. Полное название договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Договор был, скажем так, инициирован в 1996 году Генеральной Ассамблеей ООН и ее резолюции номер 50-245, и 164 государства ратифицировал впоследствии договор, но исключениями стали Соединенные Штаты, КНР, Израиль, Иран и Египет. Помимо самого договора есть еще два важнейших документа, которые идут рядом с ним. Во-первых, это протокол. В протоколе описаны основные меры мониторинга, испытаний, как человечество будет следить за этим, а в приложении описаны в основном какие-то параметры для исследования ядерного оружия и тому подобное. Возвращаемся обратно в 1960-е годы и попадаем в 1968 год. Это год принятия договора, аббревиатуру которого можно послушать всегда, повсеместно и везде, когда заходит разговор о ядерной гонке. Это ДНЯУ, договор о нераспространении ядерного оружия или Non-Proliferation Treaty, MPT на английском. Это очень часто используемая аббревиатура в американских источниках. Этот договор готовили не отдельные государства, а комитет по разоружению ООН. Подписали и ратифицировали его почти все государства, но единственными, кто воздержались и отказались от ратификации подписывания были Индия, Пакистан, Израиль, КНДР и Южный Судан, который стал независимым в 2011 году. По сути, этот договор предполагает статус-кво, то есть оставить все как есть. Это значит, что государства не должны способствовать продвижению их зон влияния и распространению и установке ядерного оружия на территории других государств дальше, чем это ядерное оружие стоит на данный момент. И, конечно, в идеале должен происходить обратный процесс — это разоружение и уменьшение количества ядерных установок по всему миру, но это скорее утопия, чем реальность. Что интересно в этом договоре? Во-первых, он предполагает свободное вступление, но здесь есть очень большая проблема, и эта проблема заключается в 10-й статье, в которой говорится о свободном выходе государств, если они считают, что этот договор им не подходит, не нравится, и они просто не хотят быть его частью. Это действительно проблема, потому что таким образом договор может в любой момент стать необязательным для государства, если государство посчитает, что он ему не подходит. Таким образом, намного сложнее поддерживать баланс ядерных сил и, в принципе, следить за нераспространением ядерного оружия. Спустя 4 года процесс разоружения продолжился, и мы с вами оказываемся в 1972 году, когда Никсон и Брежнев подписали договор ОСВ-1. ОСВ-1 так и остался зачатком какого-то договора, потому что он, во-первых, не был ратифицирован, во-вторых, он был очень неполный, и сейчас я вам объясню, в чем была его проблема. Дело в том, что в этом договоре абсолютно не было никакой конкретики. Сохранить количество ядерных установок на момент ратификации договора, ограничить количество МБР, БРПЛ и так далее. Во-первых, что такое МБР и БРПЛ, спросите вы? Действительно, и об этом ничего не говорится в договоре, кроме расшифровки этих аббревиатур. МБР — это межконтинентальные баллистические ракеты, БРПЛ — это баллистические ракеты на подводных лодках. И поскольку договор не имеет никаких конкретных указаний, какие это ракеты, что с ними делать и так далее, он является чисто номинальным. И, в принципе, понятно, почему он не был ратифицирован, потому что такое ратифицировать нельзя. Большая конкретика появилась только в 1979 году. Это достаточно интересный период в американской политической жизни, потому что после отставки Никсона и так называемого Уотергейского скандала в власти пришел Джейми Картер. Из особенностей его политики стоит назвать, во-первых, его очень миролюбивую линию. Он действительно очень наивно верил, что права человека можно обеспечить везде, и что у него получится это сделать. И в 2000-х годах он получил премию мира. Человек, который действительно хотел, уже неважно, насколько у него получилось, установить соблюдение прав человека повсеместно. Дело в том, что у него была очень разношерстная администрация. И в его кабинете сидели как очень нейтрально относящиеся к Советскому Союзу люди, так и антисоветисты, скажем так, кем был Бжезинский. И именно поэтому при принятии решений была полная чехарда, потому что с одной стороны, как, не знаю, как типа ангел и демон, ему говорили, нет, ты должен уничтожить Советский Союз, и вообще Советский Союз это облот зла. С другой стороны говорили, ну да, это наш враг, но не нужно к нему лезть. Они сами себе существуют, надо заняться другими более важными местами и расширять сферы влияния. Но несмотря на всю вот эту чехарду, в 1979 году был подписан договор ОСВ-2. Он содержал уже большую конкретику, ну не то чтобы больше, он просто содержал конкретику. Во-первых, во второй статье четко описывалось, какие именно военные установки считаются чем, какие ограничения на них накладываются, что это вообще такое. Что касается межконтинентальных баллистических ракет, это ракеты, дальность которых превышает 5500 метров. Также там регулировались другие типы оружия, например, тяжелые бомбардировщики, баллистические ракеты класса воздух-земля, какие это ракеты вообще, что это такое. И очень важный пункт, который впервые появился в договорах такого рода, это пункт об установках с разделяющимися головными частями. На установке с разделяющимися головными частями стали обращать внимание, стали понимать, что это тоже важно регулировать, потому что, несмотря на то, что носитель может быть один, этих боеголовок может быть просто невероятное количество, и этот аспект обязательно нужно тоже регулировать. Еще один важный договор, который был заключен примерно в то же время, как и ОСВ-1, тоже в 1972 году, это договор ПРО о системах противоракетной обороны. Основные положения договора вы можете прочитать в самом тексте, я оставлю все ссылки на все договоры в описании. Но в принципе регулировалось то, какие именно системы это будут, какие конкретно противоракетные, какие радиолокационные. В общем, просто все аспекты регулировались, и в 1972 году как раз был принят этот договор. И с ним случилась очень интересная вещь после того, как Джимми Картер уже закончил свое президентство, и когда в Соединенных Штатах Америки пришел Рональд Рейган. Времена Рейгана — это очень странные времена, скажем так. В моей голове Рейган соединен с образом очень агрессивного человека, такого военного человека, но очень интересно, что он был актером в свое время. Может быть, он очень хорошо исполнял свою роль. Дело в том, что Рейган решил разработать нечто новое в ядерном мире, и когда ему говорили, что есть договор ОСВ-2, есть договоры ПРО, он говорил, я их не подписывал, я их соблюдать не буду. Очень интересная позиция, особенно когда ты преемник предыдущего президента, но тем не менее. Действительно, он не хотел их соблюдать, и это была такая простая отговорка, чтобы продвинуть свою идею, которую он доказывал Конгрессу, своим советникам и кому-то только можно. Нам нужно вернуться к наращиванию ядерного потенциала, чтобы опередить СССР и чтобы стать сильнее, потому что СССР на данный момент впереди нас. Было это правда или не было, это нужно судить из расчета количества ядерного вооружения, как в США и в СССР, но стоит сказать, что эту идею ему удалось успешно продвинуть, и именно поэтому началась разработка программы СОИ. Это вообще очень интересная вещь, инициированная в 1983 году. Она расшифровывается как стратегическая оборонная инициатива, но есть более популярное понятие, которое, наверное, вы все слышали. Это звездные войны, и это не о фильмах, и это не о комиксах. Эта программа называлась «Звездные войны». У нее даже был определенный логотип космической тематики, потому что основные положения и идеи этой программы заключались в том, чтобы построить небольшой, ну, относительно небольшой щит над Соединенными Штатами Америки в космосе, для того, чтобы при какой-то потенциальной вероятности удара Советского Союза они могли защититься. Наверное, не стоит говорить, что даже сейчас такое не особо реально, а уж в 1983 году технологии были не настолько развиты. Поэтому, несмотря на то, что США преподносили это как рабочий активный проект, это были, ну, не сказать, что это был бред сумасшедшего, но это были, скажем так, фантазийные какие-то зачатки, которые Рейган передал в научное управление и сказал «Работайте». Дело в том, что сказать, что мы не можем работать президенту вроде как не получится, поэтому ученым пришлось работать, но они не пришли никакому результату. Даже если мы посмотрим на какие-то реальные достижения в этой сфере в рамках этой программы, это все уже происходило в 1990-е годы, когда технологии были более доступными и более развитыми, но, тем не менее, посмотреть на картинки проекты предполагаемой программы, это все равно, чтобы посмотреть фильм «Стартрек» или «Те же Звездные войны», потому что выглядит это примерно так же, и, в принципе, возможно, бэкграунд Рейгана как актера каким-то образом наложил отпечаток на то, как это все выглядело и как он это хотел сам видеть. И вот мы наконец-то дошли до 1987 года, когда Рейган и Горбачев подписали договор о ракетах средней и меньшей дальности. Это был двусторонний договор, и был он подписан между США и СССР. Основная особенность названия заключается в ракетах, которые хотели ограничивать. Средней дальности — это ракеты от 1000 до 5000 километров. Меньшей дальности — от 500 до 1000. И очень важно не путать меньший и малый, потому что меньший — это от 500 до 1000 километров, а малый — это от 150 до 500 километров. И когда в названии произносится слово «малый», это автоматически расширяет зону действия договора и вводит на словах ограничения еще и на ракеты от 150 километров. Но в тексте договора этого не содержится, поэтому очень важно помнить, что он называется «договор о ракетах средней и меньшей дальности». К чему может привести выход из этого договора и к чему он уже привел? Если говорить о простых жителях, таких как мы, в принципе ни к чему, потому что ядерное оружие как было, так и остается гарантом мира и спокойствия. И даже если не будет ни одного договора, единственное, что будет меняться — это соотношение и количество ядерного оружия на планете. Что действительно делает планету отчасти пороховой бочкой, потому что ты никогда не знаешь, что рванет. И техническая и человеческая ошибка могут быть очень возможны, к сожалению. Выход из договора не значит, что сейчас резко Соединенные Штаты и Российская Федерация направят друг на друга эти ракеты и запустят их. Даже несмотря на то, что заявления могут казаться абсурдными, лидеры обоих государств прекрасно понимают, к чему приведет ядерное противостояние. Поэтому чего-то большего, чем наращивание ядерного вооружения, не будет. Оно, конечно, может быть, но процент очень мал. И на данный момент намного прибыльнее вести экономические войны, либо инициировать и поддерживать какие-то локальные конфликты, как мы можем видеть в Сирии, в Украине и в разных частях света. Вот, например, в Венесуэле сейчас. Это намного выгоднее, потому что это задевает конкретный регион, а зачастую конкретную страну. И единственное, что потенциально может пострадать, это какая-то часть контрактников в стране, которая направляет туда свой контингент. Например, как в случае с Сирией. Но это не представляет общей угрозы всему миру. И это то, что важно для тех, кто держит ядерное оружие. Одна из причин, по которой это все не сложилось, почему договор не выдержал дольше, это то, что создан он был во времена биполярного мира. Когда существовало два полюса СССР, США. Но с развитием, с обретением независимости многими государствами. И, в принципе, с изменением мировой конъюнктуры появились новые игроки. Например, одним из сильнейших игроков сейчас является Китай. И так как договор рассчитан на воздействие друг на друга только Соединенных Штатов и Российской Федерации, очень проблемно становится контролировать действия других держав, например, того же Китая. И в то время как США и Россия пытаются по этому договору сдерживать и не распространять свои ракеты, Китай ничего не сдерживает, кроме договоров, в которых он участвовал. И их было очень немного, потому что многие договоры Китай не хотел ратифицировать и не хотел подписывать. Это, в принципе, дает какую-то возможность будущего юридического оформления ядерной деятельности не только среди держав постбиполярного мира, но и среди новых игроков на мировой арене. Почему Китай так беспокоит всех, а под всеми я подразумеваю скорее Соединенные Штаты Америки, потому что беспокоит он именно их. Дело в том, что пока в конце 20 века, в начале 21, Соединенные Штаты Америки очень усиленно работали на поддержании своего господства на Ближнем Востоке, пока Россия пыталась воскреснуть из мертвых после 90-х годов, Китай прошел свой естественный путь развития. И никто этого не ожидал, потому что все были очень заняты своими делами, не наблюдали за тем, что происходит там. Потом повернулись, а Китай уже сильнейшая экономика мира. И что теперь делать? И нужно как-то сдерживать эту экономику, и не давать ей развиваться, и не давать ей притеснять Соединенные Штаты Америки, подрывать безопасность доллара. Именно поэтому сейчас очень жесткая торговая конфронтация между Китаем и США. И отчасти с этим же связан выход США и Российской Федерации из договора. На самом деле, несмотря на то, что по сообщениям СМИ, по в целом видимой для нас ситуации, можно сказать, что сейчас новый виток, во-первых, гонки вооружений, во-вторых, холодной войны, если хотите, я считаю, что масунский заговор существует, и у меня есть очень смутные ощущения, которые, возможно, и очень, возможно, не являются реальным, что этот двусторонний, резкий, достаточно неожиданный выход из этого договора был, в принципе, договоренностью между лидерами США и Российской Федерации для того, чтобы вместе попытаться сдержать третьего игрока, который сейчас представляет большую опасность. Не знаю, насколько это правда, но никогда невозможно исключать такую вероятность, потому что в мире политики, возможно, мне кажется, абсолютно любые варианты, и именно поэтому адекватную аналитику не могут дать даже эксперты-политологи, геополитологи, вообще никакие эксперты, потому что в политике всегда важен человеческий фактор, и ты никогда не знаешь, что в голове у определенного главы государства, у определенного главы министерства и тому подобное. Так что мир скорее не изменится после выхода из ДРСМД, после аннулирования этого договора, поскольку на кону слишком много, ядерное противостояние будет скорее номинальным, и реальных ядерных угроз сейчас нет. Единственная угроза — это такое легкое и безответственное отношение к ядерному оружию в целом, потому что люди начали забывать уроки Хиросимы Нагасаки, уроки Карибского кризиса, и вот эта вот мысль, что опять какие-то ракеты где-то там размещены, это не опять и не какие-то. Это сильнейшее оружие, которое способно стереть не только город, но и целую европейскую страну. Поскольку у США и у России было огромное количество претензий друг к другу, я о них напишу в Инстаграме отдельный пост, потому что сюда их вместить будет просто невозможно. И я надеюсь, что вам было интересно послушать это развитие ядерного разоружения, то, как мир постепенно осознавал, что ядерное оружие — это, конечно, гарант безопасности, но это не так хорошо. Возможно, это сподвигло вас узнать немножко больше об этой теме и изучить ее глубже. Если вам хочется прочитать тексты каждого договора, они будут внизу в описании, потому что они в открытом доступе, они есть на русском. Я оставлю те, которые есть на русском. Если вам понравился этот наш политический завтрак, вы знаете, что вот там вот внизу можно его оценить, где-то там внизу можно подписаться на мой канал, чтобы следить за обновлениями. А если вы хотите стать полноправной частью космического отряда и узнать претензии России и Соединенных Штатов друг к другу по вопросу ДРСМТ, подписывайтесь на мой Инстаграм, где я публикую посты о международных отношениях, о своей жизни и просто рассказываю о себе. Мне кажется, это всегда интересно. Спасибо вам большое за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.